Всем привет, дорогие друзья! Компании Warner Bros. принадлежит огромное количество сверхпопулярных франшиз. Это Рикки Морти, Властелин Колец, Годзилла, Время Приключений, Матрица, Безумный Макс и не только. В этом видео я разберу теорию, согласно которой в следующем году случится серия фигурок, объединяющая все вышеперечисленные тематики. Не забудьте подписаться, приятного просмотра! Популярность за рубежом ютубер Hungrybox слил скриншот новой игры под названием Warner Bros. Multiverse. Файтинг, в котором собирается присутствовать огромное количество персонажей, принадлежащих братьям Warner. Продукт этот, по слухам, будет бесплатным, а зарабатывать с него на кусок хлеба его разрабы собираются при помощи платных DLC. Короче говоря, к выходу ожидается аналог Super Smash Bros. от Nintendo. И вот на сайте JacebrickBlog была опубликована любопытная теория. В 2022 может быть выпущена коллекционная серия фигурок, основанная на вышеописанном файтинге. 12 сентября нынешнего года автор данного сайта написал статью, в которой предположил, что в скором будущем в природе неожиданно может произойти серия мини-фигурок по Muppet Show. Повторяю, он всего лишь строил догадки и ничего более. Каково же было мое удивление, когда вечером того же дня аналогичную информацию начали озвучивать разного рода сливеры. А совсем недавно, 25 октября, эту инфу окончательно и бесповоротно подтвердил Promo Bricks, один из самых авторитетных источников в лего-сфере. Короче говоря, либо владелец JacebrickBlog что-то знает, либо он действительно хороший теоретик. Вообще-то, Ворнер и компания Лего сотрудничают достаточно давно и плотно. Причем не только в плане производства вомба-лицензии, но также и в рамках иных направлений. К примеру, мини-фигурс. Занятный факт. За последние 5 лет под крылом Warner Bros. родилось больше серийных фигурок, нежели это случилось под Диснеем. Чего только стоят 3 линейки DC и 2 по Гарри Поттеру. Говорю я это к тому, что навряд ли леговцы собираются рушить эту традицию в 2022. А после релиза сразу двух серий, объединяющих культовые мультфильмы Дисней, выход аналогичного товара в коллаборации с Ворнерами выглядит еще более вероятным событием. Дизайнер, занимающийся разработкой мини-фигурс, в одном из своих сторис обмолвился, что в следующем году состоится, цитирую, серия фигурок моей мечты. Возможно, конечно, товарищ имел в виду маппетов, но согласитесь, линейка, включающая в себя сразу несколько сверхпопулярных франшиз, под это определение подходит куда более удачно. Будущая видеоигра, судя по наличию внутри Багса, Банни, а также Тома совместно с Джерри, не собирается иметь возрастное ограничение 18+. Посему появлению на белый свет продукции компания Легопоней абсолютно ничего не препятствует. Всего на данный момент известно о 12 франшизах, присутствующих в мультиверсусе. В итоге их, конечно, случится гораздо больше. Не стану перечислять DC и Гарри Поттер, поскольку указанным направлением уже посвящены отдельные серии конструктора. Луни Тюнс. Весьма известная мультфраншиза студии. Ежели датская компания всё же вольнёт серию фигурок по игре, то персонажа этой вселенной в ней ожидать точно не следует, поскольку совершенно недавно те практически в полном составе уже появлялись на полках магазинов. Более-менее вероятный вариант дизайнеры могут произвести Леброна Джеймса, который, судя по тем же сливам, точно засветится в предстоящем файтинге. Властелин колец. На слитом скриншоте наблюдается сам Гэндальф. Прекрасно было бы увидеть возвращение персонажей любимой серии, пусть даже в рамках совершенно иной темы. Не сомневаюсь, что лиговцы в курсе огромного ажиотажа вокруг ВК, поэтому шансов выпустить новую продукцию этого пошиба, скорее всего, упустить не должны. Рик и Морти. В игре готовится присутствовать как минимум Рик. Вероятность появления фигурок по данному проекту 50 на 50. С одной стороны, оригинальный сериал имеет возрастной рейтинг 18+. С другой, собственно, игра, вероятнее всего, будет адресована в том числе и детям тоже. Поэтому, гипотетически, произведя персонажей Рика и Морти по мультиверсусу, компания никаких своих декларируемых принципов не нарушит. Ситуация-то чем-то напоминает сервиголову и карателя. По коим происходило множество недетских комиксов и вдогонку 18+, сериалы по одному на каждого. Однако, это отнюдь не помешало появлению их минифиг в Daily Bugle, поскольку данный сет изначально не основан на взрослом первоисточнике. Очень надеюсь, что моё умозаключение верно, и мы совсем скоро воочию увидим ли гореализацию популярных персонажей в пластике. Вселенная Стивена – известный мультсериал студии Cartoon Network, которая, в свою очередь, является подразделением Warner Bros. Entertainment. Лего уже занималась материализацией продукции по множеству сериалов данного телеканала, начиная от юных титанов вперёд и заканчивая полноценной серией Супер Крошки. Скажу больше, соотечественники Андерсона уже дважды сотрудничали с Cartoon Network при запиливании собственных мультсериалов – Миксели и Юникитти. Поэтому будет неудивительно, если совершенно случайным образом в потенциальной серии фигурок будет обнаружена парочка фигурок по вселенной Стивена. «Безумный Макс» – серия фильмов, насчитывающая в себе четыре единицы произведений, случившихся в период с 1979 по 2015 год. Вероятнее всего, в игре будет заявлен Макс собственной персоной. Что интересно, последняя часть указанных лент имеет в США возрастной рейтинг R, означающий, что лица младше 17 лет к просмотру допускаются исключительно в сопровождении взрослых. Однако во всех остальных странах, включая Россию, лента оценена максимум в 16+, что является вполне приемлемым показателем для датчан. Вообще-то, линейка конструктора по Мэтт Макс является, наверное, одним из самых ожидаемых событий в фанатской среде. По большей части, благодаря наличию в оригинале постапокалиптического транспорта. Дизайнеры некоторых наборов LEGO Movie 2, как и создатели собственного фильма, во время творческого процесса явно вдохновлялись вселенной «Безумного Макса», поскольку давали себе отчет, как сильно вся эта тематика нравится Торсиде. Премия приключений – один из самых очевидных кандидатов на реализацию в виде LEGO Fig. Лицензия на данный мультсериал датской компании закуплена давно, и некоторые основные персонажи уже происходили в рамках Dimensions. Том и Джерри – очень сильно хотелось бы наблюдать целую серию, либо хотя бы один единственный набор по данной франшизе. Ибо перед нами настоящая классика анимации, которая и в наши критические дни известна абсолютному большинству детей. Забавно, что компания LEGO уже пилила фигурки, щекотки и царапки, которые были придуманы в качестве пародии на Тома и Джерри. Если опять-таки указанную серию фигурок датчане все же нарисуют, то Тома совместно с Джерри, я более чем уверен, дизайнер в нее закатит. Игра престолов. На данный момент известно лишь о появлении в игре персонажа Арии. Это, пожалуй, самый спорный из всех озвученных сегодня вариантов. Функционеры компании могут как выпустить фигурки по сериалу, прикрываясь низким возрастным рейтингом файтинга, так и отказаться от данной затеи, вследствие чрезмерной жестокости первоисточника. Могу лишь только вновь напомнить вам о примере с Эрвиголовой и Карателем. Скуби-Ду. Наравне со временем приключений, это один из наиболее вероятных претендентов на появление в коллекционной серии фигурок. В 2015 году происходила одноименная тематика. Это было достаточно давно, чтобы фанаты успели соскучиться. И париться при этом над созданием новых фиг авторам даже не придется. Флинн Стоуны. И поэтому комедийному мультсериалу конструктор был уже производим ранее. Произошло это в 2019 году в рамках IDS. В игре собирается присутствовать лишь глава семейства Фред. А теперь хотелось бы остановиться на тех франшизах, что не были замечены в сливе Хангри Бокса, но которые из-за собственной популярности в состоянии тем или иным образом засветиться в предстоящей игре. MonsterVerse. Вселенная, основанная на старых фильмах о Годзилле и Кинг-Конге. В нее включены всего лишь 4 картины. Обе части Годзиллы, Конг Остров Черепа и совсем недавняя Годзилла против Конга. Возможно, кто-то не знает, но компания Олега планировала радицеты по MonsterVerse в рамках темы Dimensions где-то в районе 2017-2018 годов. Однако, по причине низкой рентабельности данное направление функционеры компании нагнули. И от всех имеющихся на тот момент наработок отказались. Сейчас же, мне кажется, те же самые люди уже не упустят возможности воспользоваться этими самыми наработками для новой серии мини-фигурок. Ведь перед нами культовые персонажи, продукция с которыми не входит при этом в категорию 18+. Более того, Кинг-Конг ранее уже появлялся в Лего Бэтмен Муви. Матрица. Очень известная трилогия в истории Голливуда, принадлежащая нашему Warner Bros. Совсем скоро произойдет четвертая часть франшизы под заголовком «Воскрешение». Ситуация чем-то аналогична «Безумному Максу». В то время как в США все три части располагают рейтингом R, в России и большей части Европы, включая Данию, лента была определена в рамке от 14+, до 16+. В Лего Бэтмен фильме, кстати, присутствовал агент Смит. Это при том, насколько осторожно создатели подходят к отсылкам в собственных произведениях. К примеру, режиссеры оригинального Лего Муви сперва намеревались добавить в картину небольшую отсылку на фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», имеющего рейтинг 18+, уже во всех странах. Но в Лего данную идею не поддержали. Самурай Джек. Очередной популярный мультсериал студии. Вспоминая теплые отношения дачан с Cartoon Network, на платформе которого данный мульт и транслировался, релиз продукции по событию не что иное, как дело времени. Возможно, час икс случится уже в 2022-м. В этом видео я постарался представить, каким образом может выглядеть предстоящая коллекционная серия фигурок. Если, конечно, она вообще родится. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить свежие новости из мира конструктора. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока!